Центральное телевидение Китая и First Feel Studio представляют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боевая тревога! Штурмовики! Штурмовики! Все по местам! Штурмовики! 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 Ш Бегите к зенитке! Вера! Быстро! Вера! Погибла же Вера! Давай, ну что вы! Передавай, скорей! Заряжена! Заводи! 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 Давай, давай! Лишь четырёх полов! Высота девятьсот! Есть девятьсот! Заряжай! Соня, быстрей! Есть! Огонь! А ну, уходи! Заводи! 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 Готово! Огонь! А ну-ка, уходи оттуда быстро! Ура! Не уйдёшь, Фриц поганый! Уйди! Ну, я тебе! Готово! Огонь! Готово! Ну, какого чёрта-то такая упрямая! Готово! 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 Другая! Готово! Готово! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Восков? У могилы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что у тебя здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю. Мне было приказано охранять этот склад. Открывай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Чуть знает, что такое. Товарищ майор, это небось какая-нибудь знаменитая картина из музея. Угу. СТУК В ДВЕРЬ Как же быть с этим? Да пусть будет, как раньше. Смотри, какие у неё сапоги. Они не такие, как у всех остальных. Да и форма не такая. Да. Она из тех, что мужикам нравится. Красивая женщина. По ней мужики сохнут. И впрямь красивая. Ой! Ты кто? Мария, быстро чай вскипяти. Я тебя... Ты помнишь, что я тебе про них сказал? Так точно. Вы сказали, товарищ майор, беречь их. А ты что? Глаза б мои тебя не видели. Товарищ майор, старшину Воскова за это винить нельзя. На войне всякий может погибнуть и мужчина, и женщина. Её Женя зовут. Я её у вас оставлю. Куда её собираешься определить? В первое отделение пойдёт. Командир Ритой зовут. Я знаю. Иди, приведи её. Есть. Ну, ты что? У тебя даже стакан чая нет. Чаю. А я вот хочу на твоего майора произвести хорошее впечатление. Товарищ майор. Вы выйдете. Мне надо с младшим сержантом сначала поговорить. Пополнение твоему отделению. Вы в этом бою проявили себя неплохо. Женщины во время боя, сами понимаете, объект, особые заботы, противоречия невыносимые. Один старший офицер. Один полковник, между прочим, женатый, завёл себе, так сказать, подругу боевую, или как там их называют. Член военного совета как-то прознал про это. Ну, и приказал мне, чтобы я эту боевую подругу определил в какое-нибудь отличное подразделение. К делу пристроил. Какие-нибудь вопросы есть ко мне? Нет. Рита. Женя. Пойдём. Рита. Женя. Серьёзная она у вас. Она со всеми так. Очень хорошая деваха. Сильная. Я пошёл. Ещё раз повторяю. Для нас это было серьёзным уроком. Прошу более ясного распоряжения. При виде вражеского самолёта. Иными словами, коль он не откроет огонь, должны мы стрелять или нет? В принципе, огонь открыть нужно. Но в каждой конкретной ситуации нужно принимать конкретные решения. А что вы называете конкретной... Довольно! Этот вопрос вам следует решать самим. Вы командиры. Ты чего смеёшься? Удобно тебе в этой форме? Конечно, с платьем не сравнится. Да, пожалуй, даже со старушечим салопом не сравнится. Что это? Ткань грубая, кожа трёт. Сапоги, как ни с твоей ноги. Ни пола, ни возраста не разберёшь. А тебя никто не заставляет носить военную форму? От Советского информбюро. 30 мая 1942 года наши части, действующие на одном из участков Северо-Западного фронта, за 10 дней боевых действий уничтожили свыше 2000 солдат и офицеров противника, 4 немецких самолёта, 4 танка, 8 орудий и 39 пулемётов. Ты из «Зенитки» когда-нибудь стреляла? Нет. Спасибо. Она кто? Женька Камелькова. Угу. Майор её почему-то самолично привёз. Товарищ сержант, нам надо хорошенько поговорить. Вы хотите говорить о гибели Веры? И об этом надо поговорить. Говорите. Ты такая чёрствая. Бессердечная по отношению к Рите. А ты знаешь её прошлое? Не очень. Ты и не пыталась узнать. Например, про родителей её. Есть ли у неё муж. Не погибли кто-нибудь из семьи и так далее. Я не политработник. Ну это ты брось, товарищ сержант. Согласно уставу, так говорить с командиром не положено. Песня. 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 Субтитры делал DimaTorzok Хорошенькая А наша во время бомбежки разбилась Нам, девушке, без зеркала никак нельзя Придется искать новое Тебя как звать, Лиза? Да, тебе бы такой красавице на сцене последней моды демонстрировать Такую фигуру в военную форму прятать Несчастная баба Красивые женщины редко бывают счастливыми Ты себя имеешь в виду? Женя, тебя ведь Женей звать? Да Здесь в реке умтов много Не надо где попало в воду лезть Пост там Спасибо А скоро мыться можно будет? Завтра я думаю Товарищ старшина У меня вопрос имеется Говори Кем лучше командовать? Мужчинами или женщинами? Раньше думал Вот были бы не пьющие За бабами не волочащиеся А теперь Даже не знаю Значит, мужчинами лучше Нет Лиза, помогай Что будешь делать? Белье сушить? Нет Угадай Мы будем загорать Загорать? Да Ну-ка Давайте Давайте Раз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женю видел? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она проштрафилась. Ее сюда в виде наказания отправили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как проштрафилась? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сошлась ты от кого слышала да майор сказал ты что подслушивала он с ритой разговаривал и забыл что я рядом стою ты море однако об этом никому не болтай господи а я полине сказала ну значит вся деревня сообщила спасибо ты сегодня в карауну ты чего хлеб не ешь оставляешь для кого это мое личное дело да я просто так спросила поделиться хочу на вот что Жень, Жень, Малыш, он уйдет в сутки войны. Правда, Жень? Да ты что? А чем? Как бы нам, девушки, поинтереснее нашу жизнь устроить. Жень, а ты умеешь танцевать? Да? А, что ты? А? Смотри, смотри, смотри. Пареньки, 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 Старики, пареньки, 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 пареньки. Ой, ты, воля, воля, Николай, Сиди дома, не гуляй, Не ходи на тот конец, Ох, не носи девкам колец. Валеники, ты, валеники, Эх, не поджиги, старики. Пареньки, 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 пареньки. От Советского информбюро. 7 июня 1942 года на одном из участков Ленинградского фронта артиллеристы и минометчики подавили и уничтожили более 20 артиллерийских и 15 минометных батарей. 30 пулеметных точек разрушили 5 зотов и 3 блиндажа. Ух ты! Это наша огневая позиция. Какая красавица! Моя зенитка. А можно мне попробовать? Конечно. Смотри, впереди на дереве птичье гнездо. Дальность 500 метров. Смотри. Ну-ка. Молодец. Ты прирожденная наводчица. Может я в военных лагерях с детства? Тогда не удивительно. А ты? На войне я уже замужем была. За офицером. И вы были счастливы? Знаешь, как только я подхожу к этой зенитке, меня такая ненависть охватывает прямо страшно. Правда, я еще ни одного самолета не сбила. Но это пока. Значит, и у тебя личный счет к немцам. Имеется, Женя. А что, у тебя тоже? Маму. Братишку, сестренку. Всех немцы убили. растушина. Маму! Маму! Поздуши! Мама! О боже мой, опять привиделась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ Товарищ лейтенант, зайдите, пожалуйста. Сегодня на моей машине Отвезешь их в ЗАГС. Я лично хочу поздравить их в офицерском клубе С законным бракосочетанием. Есть, товарищ генерал, будет сделано. Всем офицерам сегодня вечером быть в офицерском клубе. Сегодня свадьба у лейтенанта Осянина. Куда путь держишь, красавица? Я... Я к сыну еду. Как война началась, его отец пропал без вести, защищая пограничную заставу. Я своего сынишку отвела к матери, а сама на фронт пошла. Вот уже десять месяцев прошло. Вот я и еду тайком его повидать. Он, поди, меня и не признает. Вот здесь. Приехали. Счастливо! Мамочка! Мама, Рита, мама, доченька, мама, как доченька, хорошо, мама, я сейчас, сейчас, подожди. Сыночек, сыночек мой. Ну что ты, это же твоя мама, это же твоя мальчика. Ну что ж. Мама, я очень спешу, мне до утра надо еще в часть успеть. Ну как же. Мама, это не так далеко, я еще приду. Олег, ты бывала. До полуночи не спит. По секунду, он прям бежит к двери, я спрашиваю, ты куда? А он мне не отвечает. И так уже несколько раз было. Мамочка. Держи. Мама, я еще приду. Мама, я еще приду. Мама, я еще приду. Теперь у тебя есть свой дом. Наш дом. Приехали! Пока! 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 Соберу тебе чаю! Пока! 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 Пока!